Получить 250 миллионов рублей на преображение сможет Тверь, если выиграет Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию туристического исторического кода центра города, который пройдет в 2023 году. В этот четверг состояло заседание общественной палаты, где обсуждался данный вопрос. Подробности у Натальи Чегет. Предполагается, что архитектурно-художественное оформление исторического центра Твери будет включать в себя создание и размещение арт-объектов и фотозон. Кроме того, туристический центр должен обзавестись удобной современной системой навигации с информационными табличками, указателями и QR-кодами. У нас очень много интересных точек притяжения, которые бы для туристов и для жителей города могли стать такими открытиями, о которых можно говорить как об изюминке нашего прекрасного города, который имеет многолетнюю историю. Исторический центр Твери – это территория от Острова Памяти до Парка Воксал, который завершает Советскую улицу. Ограничивается, на наш взгляд, это бульваром Радищево, переходящим через Полтверскую площадь и уже выходящий опять на Советскую в городской сад. И там вот у нас предполагается как раз самый анклав. Кроме представителей общественной палаты Твери, участие в обсуждении приняло серьезное экспертное сообщество. Они высказали свое мнение о формировании визуального образа Твери. Наибольшую поддержку получило предложение заявить о Твери как о городе времен Екатерины и включить сюда часть государевой дороги. А главными архитектурными символами того времени, которые сохранились и по сей день, сделать императорский путевой дворец и парадное трехлучье. Хотим основной фишкой сделать именно развитие туристической зоны с музейным кварталом, развивая в горсаду территорию, которая бы создавала новое общественное пространство. Мы бы хотели, чтобы это было пространство площади Екатерины Великой и дальше насыщать это пространство музейными или выставочными павильонами. Свою помощь по созданию туристического кода города предложили сотрудники Тверской областной картинной галереи, которые принимали участие в создании проекта «Екатерининская миля. Ожившие полотна». Организаторы реконструировали историю посещения Екатерины Великой Твери. Тверская картинная галерея, скажем так, обладая первыми результатами проекта, вполне могла бы дать все необходимые экспертные поддержки, потому что мы тоже работали по гранту. Площадь территории, подлежащей туристической реновации, ограничена в 100 гектарами. Сейчас администрация города уже начала работу по подготовке заявки, которая должна быть направлена организатором конкурса до 1 июля. Продолжение следует...